Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях российский журналист, телерадиоведущая, писатель, драматург, филолог Марина Королёва. Да, остановитесь уже, Вадим. Здравствуйте. Да, большое перечисление. Я хочу рассказать, как мы с вами познакомились. Я написал пост в Фейсбуке, в котором рассуждал о том, насколько по-разному люди говорят на русском языке, в зависимости от места проживания. И вы сказали о том, что в августе будете в Риге, и как раз это проверите. Удалось, кстати, проверить? Ну, пока ещё нет. Во-первых, я здесь просто недолго ещё, да. Я действительно отпуск. И мы с вами действительно встретились, поговорили. Давайте уж не будем скрывать, что мы встретились на вокзале, дошли пешком от вокзала до радиостанции. Ну, я просто живу в таком месте, на побережье, где не очень-то много говорят. Где от человека до человека по километру, да. Поэтому пока я не слышала много, скажем так, речи и не могла сравнить ещё. То, что я слышала в Юрмале, например, там русской речи очень много. Вообще, мне кажется, что здесь, в Латвии, у вас реальное двуязычие. Оно такое, может быть, и... Я не знаю там, что у вас с этим на законодательном уровне сейчас. Русский имеет статус иностранного. Вот так. Но на самом деле, это, конечно, реальное двуязычие. Оно существует. И более того, вот в Юрмале я слышала гораздо больше русского, чем латышского. Это совершенно точно. Ну, и тот русский, который мне удалось здесь слышать, он чистый. Я не слышала акцента, но собираюсь в ближайшие дни это проверить. На самом деле, походить по Риге и уже послушать прицельно. Так что, обещаю вам, как минимум, пост в Фейсбуке. Как, на ваш взгляд, развивается язык в условиях двуязыча, когда он конкурирует или взаимодействует с другим языком? Как это влияет? В условиях двуязыча, ну, вы задаете вопрос какой-нибудь попроще, потому что я-то живу, естественно, в условиях одноязычия. Но когда путешествую, естественно, там стараюсь как-то наблюдать, как это происходит. Везде очень по-разному. Ну, например, вот в Канаде там действительно двуязычие, которые на государственном уровне. Английский и французский. Английский и французский. Как это проявляется? Все документы просто переведены на французский в том числе. То есть все государственные документы, все бумаги, все, не знаю, документы, которые человек получает, например, в свой почтовый ящик от любого учреждения, все они будут написаны на английском и на французском. Как это происходит в реальности, немножко по-другому. Например, если вы оказываетесь во франкоязычной Канаде, то там все практически будут говорить по-французски, и на английский язык будут реагировать достаточно тяжело, я бы сказала так. То есть вам могут предложить все-таки перейти на французский, либо сделают вид, что они говорят по-английски. Если говорить, например, об англоязычной Канаде, то там вы увидите совершенно другую картину. Там французский имеет чисто декоративный характер. То есть да, документы переведены на французский, но по-французски никто не говорит. Поэтому это такое двуязычие, но оно как бы разделенное двуязычие. На одну часть Канады и другую часть Канады. И эта граница проходит достаточно четко. Как развивается язык? Ну, наверное, я могу отчасти по результатам пушкинского конкурса, в котором я участвую регулярно. Это есть такое мероприятие, я его очень люблю. Называется «Пушкинский конкурс для учителей русского языка. Страны СНГ и Балтии». Я на самом деле там председатель жюри, а проводит его российская газета, в которой я много лет публиковала свои колонки о русском языке. И каждый год мы читаем эссе учителей русского языка из тех стран, которые были когда-то странами Советского Союза. Плюс добавились сейчас уже страны дальнего зарубежья, не только так называемого ближнего, но и дальнего зарубежья. И вот люди пишут, учителя русского языка, иногда из каких-то сельских школ, из маленьких городков, из больших городов, пишут, как им живется, как работается. Ну и заодно я просто читаю, смотрю, как они сами пишут. Ну, могу сказать, что, наверное, язык, который, ну вот такой большой язык, русский язык, который вынесен в другую страну, он отчасти там и консервируется немного, да? То есть происходит процесс такой, что ли, консервации языка на территории другой страны. Ну, например, там сохраняется какой-то определенный исторический период. Вот, кстати, однажды в Канаде я также разговаривала с иммигрантами так называемой первой волны, уже совсем глубоко пожилыми людьми, которые когда-то в 19-м, 20-м году их вывезли детьми из России во время революции и гражданской войны. И вот там я увидела как раз вот этот законсервированный русский язык, включая там интонацию, произношение, включая лексику, ударение и так далее. То есть язык вывозится и консервируется. Но это некие отдельные условия. Вот мне на самом деле очень интересно, как это происходит здесь, в Латвии, когда огромная часть, да, огромная часть населения говорит по-русски. Около 40%. Ну, как я и предполагала, примерно половина, да, почти половина. Получается, что язык должен развиваться неким самостоятельным образом, потому что это не какая-то отдельная группа людей, это большая часть живущих здесь людей. Поэтому, с одной стороны, он вроде бы должен следовать за общим развитием языка, русского языка, а с другой стороны, должны действовать некие свои законы тоже, да, которые действуют на этой территории. Ну, я уверена, уверена, честно говоря, вот я шла к вам на эфир, просто, ну, не успела в этом смысле, наверное, подготовиться. Простите меня, я в отпуске, да, здесь. Я бы с удовольствием посмотрела, что здесь с лексикой происходит. Наверняка есть какие-то словечки, которых нет в русском языке, так называемом вот большом русском, которые связаны с заимствованием из латышского языка, может быть, из каких-то других языков, да. То есть не только англоязычные заимствования, как это происходит вот на территории России, да, но и какие-то другие заимствования из латышского или, возможно, из каких-то других языков, может быть, из немецкого, не знаю. Что с лексикой? По интонации, я вам уже сказала, я ничего особенного, отдельного пока не услышала. Но интересно, посмотрим, что выйдет дальше. На ваш взгляд, насколько сильно влияние российских телеканалов, которые здесь достаточно популярны, то есть они помогают сохранять русский язык на этой территории, как вы считаете? Не знаю. Вот честно вам скажу, что там Первый канал, Россию-1, я если и смотрю, например, дома в Москве, то смотрю исключительно с так называемой информационной целью, ну, потому что, когда ты преподаешь журналистику, ты должен вообще знать, что происходит. Здесь не смотрю, с людьми об этом не разговаривала, все-таки вот фактов у меня нет. Если говорить с точки зрения русского языка, ну, наверное, мы с вами должны исходить из того, что телерадиоканалы дают некий эталон. Прежде всего, там, произносительный эталон, лексический эталон. В этом смысле у меня тут большие сомнения, какой эталон на самом деле могут дать, ну, например, шоу Владимира Соловьева, да, потому что лексику я там слышу разную, если уж включаю. Или шоу Дмитрия Киселева. Это не шоу, но вроде как новостная, аналитическая программа. Но скорее ближе к шоу, да. Что касается новостей таких, ну, что называется, стандартных, классических, там, ну, в общем, все относительно нейтрально, как правило, да, если не иметь в виду вот эти вот вечерние политические ток-шоу, новости, ну, которые в свое время вел мой бывший коллега Дима Борисов, вот они всегда были такие достаточно эталонные новости. Сейчас ведущая программа «Пусть говорят». Да, 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 я знаю, знаю. Вот, но когда он вел новости, в новостях он был совершенно эталонный и в смысле русского языка, и, кстати, в смысле подачи новостей, потому что новости – это всегда что-то, что подается с нескольких сторон, как минимум с двух, вроде как всегда соблюдалось. Вот, поэтому, если говорить там о влиянии, с точки зрения русского языка, опять-таки, да, вот боюсь сейчас вдаваться в какие-то другие рассуждения, недостаточно фактов у меня. С точки зрения языка, по идее, да, конечно, и если человек, например, много смотрит, ежедневно будет смотреть шоу определенного плана с соответствующей лексикой и соответствующим, кстати, поведением, да, то есть, то он, конечно, тоже получит этот эталон. Ну, например, эталон агрессивного поведения, который становится нормой. Очень часто говорят о том, в Латвии, что русский язык находится под угрозой в связи с тем, что школы, нас, меньшинств переводят на латышский язык и так далее и тому подобное. Вот насколько, на мой взгляд, вообще русский язык, как большой язык, защищен за пределами страны, то есть, выживает в других условиях? И может ли, допустим, закрытие русских школ и перевод их на латышский, при наличии большого процента русскоязычных жителей, привести к тому, что язык уйдет, или язык умрет, или язык, ну, станет менее востребованным? Ну, здесь, опять-таки, я опираюсь на свой опыт, во-первых, чтения вот этих вот учительских эссе, которые присылают учителя русского языка из разных стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Вот то, что я сейчас вижу, ну, конечно, все хотят, чтобы русского языка было больше в школах, все хотят, чтобы было больше часов у учителей, все хотят, чтобы дети там учили русский язык в большей степени, чтобы было больше школ с русским языком. Это понятно. Но, опять-таки, с одной стороны, мы видим, что это там пишут учителя, с другой стороны, у меня есть некий другой опыт, такой, если хотите, лингвистический, потому что я когда-то в университете училась на факультете структурной прикладной лингвистики, и там были в ходу такие экспедиции ежегодные. Вот сама я, к сожалению, в них не побывала, но мои коллеги, мои соученики ездили в такие экспедиции записывать и там как-то пытаться сохранить редкие языки, ну, например, на Кавказе, там, например, селькубский язык на севере страны, когда вот они приезжают и видят, что остаётся там какой-нибудь единственный носитель языка конкретного. Опыт каков? Если большой язык есть, он, в принципе, под себя всё подомнёт. И сам он сохранится, потому что, ну, скажем, у русского языка есть всё-таки огромная вот эта вот платформа в виде России, в виде огромного количества говорящих на русском языке. Что касается малых языков, то здесь большая проблема с этим, потому что если позволить большому языку под себя, как вот катком подминать языки меньше, большой язык это с удовольствием сделает. Поэтому, в принципе, ну, я как лингвист, что ли, если хотите, да, я всегда на стороне, ну, во-первых, малых языков, во-вторых, на стороне языкового разнообразия, в принципе. Вот мне, например, очень жаль, что в России так мало сохраняется разных диалектов. То есть всегда считалось, как в России считается, что вот есть московское литературное произношение, вот пусть оно будет, а всё остальное – это как бы отклонение, это какой-то неправильный русский язык. На самом деле это не так. Это огромное языковое разнообразие. Например, в Германии диалекты просто поддерживаются. И, например, региональные радиостанции, они вещают на диалектах. У нас же считается, что диалект – это что-то стыдное. Говор. Ну, говор – диалект, если хотите. Есть диалект – это что-то большее, а говор – это что-то меньшее. Вот у нас считается, что, ну, как-то стыдно говорить на говоре, что это что-то вроде, знаете, такой болезни, что ли, да, что болезненное. Говори по-московски. Вот. Поэтому, если говорить о большом и малом языке, мне всегда кажется, что большой язык, он, в общем, не пропадет. И даже каких-то вот специальных мер поддержки большого языка, ну, не знаю, надо ли. Хорошо, когда Россия, на самом деле, помогает разным странам, не знаю, когда существуют культурные центры, это же прекрасно. Когда Россия помогает учебниками – отлично. Хорошо, когда Россия помогает, не знаю, там, учителям русского языка какими-то семинарами, мастер-классами, дополнительным обучением и так далее. Но, в принципе, опять-таки, вот я видела, например, в Канаде, так получилось, что я там бывала несколько раз, и я видела, как там люди сохраняют русский язык. Там много русскоязычных, очень много тех, кто приехал из России, с Украины, кстати, и украинский язык сохраняют. И, ну, там очень много китайцев, например, индийцев. Как сохраняют хинди, как сохраняют китайский. Это, ну, так называемые воскресные, субботние школы. То есть, этого достаточно для того, чтобы язык жил? Чрезвычайно распространено. Для того, чтобы язык жил в этой стране, ну, конечно, на равных правах. Нет, конечно, конечно, нет. Но для того, чтобы его сохраняли общины, вполне достаточно. То есть, вот так получается, что это некая общинная жизнь. Это другая модель. Конечно, в Латвии, когда мы говорим о том, что это половина населения... Для тех, для кого родной. Еще 90% им владеют. Да, совершенно верно. Здесь, конечно, должна действовать какая-то другая модель. Здесь воскресных школ, безусловно, недостаточно. И, ну, как мне кажется, это правильно, когда существуют школы с преподаванием, скажем, русского языка. Ну, вот вы мне рассказали, что, скажем, образование высшее уже исключительно, да, на латышском. В государственных вводах частных сейчас суды идут, потому что тоже хотят перевезти. Ну, не знаю, не знаю. Мне вот здесь сложно, опять-таки, судить так со стороны. Надо статистику смотреть, надо смотреть действительно отзывы людей. Я всегда, знаете, как журналист-новостник с большим стажем, я вот всегда как-то за факты цепляюсь. Цифры. Да, если у меня... Вот где мои цифры? Если фактов недостаточно, то как я могу выносить суждения? Школы есть с преподаванием русского? В школах русский преподают как предмет. Как предмет. Есть билингвальные школы, которые должны будут переведены на латышский язык. 80% предметов будет на латышском языке. Русский остается и литература как предмет. Ну, и насколько я знаю, опять-таки, вот по тем эссе, которые приходят, там, учителей русского языка, в общем, это вызывает протесты. Да, ну, и это понятно, потому что, опять-таки, слишком большой процент, вот они цифры, большой процент тех, кто говорит по-русски и не собирается, там, как-то этот язык оставлять, да, и хочет, чтобы дети говорили на русском языке и так далее. Ну, и более того, я вам скажу, есть, опять-таки, если вот обратиться к этим эссе учителей, я понимаю, что в последние годы особенно, в последние, наверное, десятилетия экономические причины тут едва ли не главные. То есть все как-то понимают уже, кровь ушла в землю, что называется, да, там, политика отходит немного на второй план, а на первый план выходит экономика. И все понимают, что как-то, ну, вообще, правильно, когда у тебя есть еще один дополнительный язык, который позволит тебе быть конкурентоспособным, в частности, и на рынке труда. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим. Марина Королева у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у меня в гостях российский журналист, радиотелеведущая, филолог Марина Королева. Еще раз здравствуйте. Да. Ну, вот мы как раз поговорили о том, что лишний язык, вообще-то, он никому не мешает. И когда политика немного отступает, да, вперед выходит экономика, то тут становится понятно, что два языка хорошо, три еще лучше, ну, а если больше, то совсем счастье. То есть можно быть богатым человеком. Ну, конечно, да. Языки не мешали еще никому. Уж тем более русский. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Марина Королева, не удивляйтесь, пожалуйста, что здесь русских много. 300 лет назад тут в основном только были русские, так что надо удивляться, что здесь латышский есть. А вопрос-то есть у вас? Вопрос есть. Вот вы сразу сказали, я выставила пост на Фейсбуке, а вы можете эти же самые слова сказать по-русски? Спасибо. Понятно. Это я знаю, это частый вопрос, это классика, да, классика жанра. Эти же самые слова по-русски так и будут звучать. Я выставила пост в Фейсбуке или на Фейсбуке, как вам удобнее. Ну, это, я так понимаю, вопрос прежде всего, который касается заимствований, да, на этот вопрос я всегда отвечаю, что, к сожалению, если мы сейчас посмотрим на лексику современного русского языка, то мы поймем, что примерно 10% у нас исконной лексики. Меня когда-то эта цифра совершенно поразила. 10% исконной лексики, все остальное у нас заимствовано. Просто эти заимствования шли такими волнами, и это были заимствования из голландского, из немецкого, из французского, ну, потом пошли англоязычные заимствования. Но мы каким-то образом, понимаете, вот как океан. Мы все это берем, перемалываем, и вода снова становится чистой. Надеюсь, так и будет. Мы можем вспомнить слова парашют, например, или жюри, которые тоже неисконно русские, но стали уже, в общем-то, именно русскими словами. Потому что язык – это же не только лексика. Это вообще совсем не только лексика, а это прежде всего грамматика. Поэтому, если у нас есть система окончаний, споряжения и склонения, вот это все у нас остается неизменным, это каркас, если хотите. Вот так я всегда стараюсь сторонникам чистоты русского языка это объяснять. Поэтому какую лексику вы туда не запускаете, вот если язык берет себе слово, если он переодевает это слово, придавая ему соответствующую приставку, окончание, суффикс и так далее. Все, слово моментально становится русским. Вот как тот же Фейсбук. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый день, меня зовут Марина. Да, слушаем вас. Говорите погромче, пожалуйста. Так, отключилась наша радиослушательница. Еще звонок примет. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. А русский язык зависит очень часто от носителей. Вот во Франции русский язык, там были эмигранты, их гноели, угнетали, как нам говорили. Но русский язык там оказывается очень хорошо развивался и остался. А с нами у вас иногда вот бывает в названиях тоже какие-то. Вот, например, у вас подолазка, у нас битловка. Потом это. У вас гамаши, а у нас ритузы. Ну, я не это хотела сказать. Зависит от людей еще. У нас очень хорошие были учителя, очень хорошие были библиотеки. А у меня есть знакомый, который своих детей одного сына назвал Елисеем, другого Русланом. Он говорит, Пушкин, это наше все. То есть люди не отдадут. Еще по поводу мелких народов я хотела сказать. У нас литский язык вообще пропал. В моей молодости латгальцы боялись говорить на своем латгальском, потому что над ними латыши смеялись, у них акцент. Вот Вадим может объяснить, что это такое. Их даже называли чадгалу этих латгальцев. То есть эти очень часто зависят от самих носителей язык. Спасибо. Спасибо. Ну, видите, вопроса как такового нет по-прежнему, но слушатели у вас высказываются, высказываются. Реплика. Ну, кстати, вот вопрос, который мы получили сейчас по WhatsApp, Алена его задает. Можете ли вы объяснить уникальность русского слова «давай», без которого не может обойтись ни один латыш? Я просто поясню, что латыши очень часто в конце разговора говорят «давай». И многие, кстати, считают, что это латышское слово, хотя, ну, слово, понятно, русское. А значение какое? «Давай» это в смысле «пока-пока»? Пока. Ну, вот я сейчас вспоминаю, пожалуй, у нас тоже так могут сказать, в большом русском так называемом, да, то есть в Москве, в других городах России, «давай», но обычно прибавят, «ну, давай пока». Да, значит, почему это так распространено здесь, не знаю, это мне напоминает немножко, знаете, как иностранцы обычно произносят тосты, вот это обычно бывает довольно так забавно, когда они поднимают бокал и говорят, или рюмку «на здоровье». Они считают, что именно так звучит наш тост, и бесполезно объяснять, что нужно говорить по-другому, что нужно говорить там «ваше здоровье». Вот считается, что «на здоровье» – это правильный вид такого русского тоста. Поэтому в этом смысле «давай», возможно, такая ваша региональная особенность. Еще раз могу только сказать, что мне кажется, у нас сказали бы либо просто «пока», либо «ну, давай пока», «до встречи». Алена поясняет и поправляет меня «не пока», в смысле «давай пойдем», «давай сделаем» и «давай выпьем». Вот так латышская часть общества воспринимает это слово, считая его своим. То есть вот так вот латиницей «давай», да, видимо, «давай». Не знаю, мне нравится, Ален. Я посмотрю, конечно, что там у нас в словарях по этой части, да, и обычно, как я уже сказала, боюсь давать ответы на такие вопросы, не посмотрев, что там с историей. Но думаю, что в истории мы ничего такого не найдем. Это какая-то ваша местная региональная особенность. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Интересная тема, спасибо, интересно послушать. Знаете, коротко буквально, наблюдение. Да, пускай ваши гости, если будут гулять, но обратить внимание. Конечно, взаимопроникновение языков есть. Есть не только заимствование здесь от латышского в русский, но и наоборот, скажем, просто характерный пример, есть тусовка в русском языке, а молодежь это переначала на латышский манер. Сначала латышская часть, типа тусинь, и сейчас это уже есть в русском языке местная, да. Причем самое смешное, что этот тусинь, я и, наверное, мне подобные, кто часто общается в России, со своими друзьями, по-моему, занесли и в Россию, я уже слышу это и в Москве. На самом деле, по моим личным ощущениям, русский язык чем-то отличается. Трудно сказать чем, но когда я еду, особенно в Москву, не в Питер, да, мне говорят, что ты говоришь не совсем по-русски. Не знаю, почему есть какие-то видны особенности, скажем, маленького ребенка, здесь калька с латышского, мелкий, отсыкаясь, ну и так далее, да. Это просто замечание. А вопрос такой, почему в России очень много людей, ну я так это для себя объясняю, в отсутствии знания других языков, видимо, люди считают, что повторив какое-то англоязычное или заимствованное слово, тащив его в русский язык, они выглядят умнее, особенно касаются чиновников и так далее. Против заимствования ничего не имею, это нормальный процесс для любого языка, но если есть русский аналог, зачем тащить иностранный? Да, спасибо вам. Ну вот я сейчас внимательно слушала, кстати, речь нашего слушателя. Спасибо вам за вопрос и за монолог, потому что я пыталась вслушаться и понять, что здесь так, что не так. На самом деле, говорите вы прекрасно, очень чисто. Я бы сказала, ну, может быть, чуть более отчетливо, чем говорит московский человек. В этом смысле ваша речь скорее похожа на, может быть, ну вот то, что называли ленинградской нормой, да, сейчас это санкт-петербургская норма, когда вы очень четко артикулируете. В смысле интонации никаких отличий не нашла. Теперь по поводу вопроса, почему в России так мало знают другие языки. Есть такое дело, кстати, есть. Мне кажется, что это вот то самое расслабляющее влияние большого языка. На самом деле, вот когда вы приезжаете в Америку, вы увидите примерно то же самое. Считается, что, ну, английский язык... Все говорят на английском. Боже мой, весь мир, он говорит на английском. А Россия большая. На русском говорят миллионы. Собственно говоря, там, да, сколько у нас? 140 миллионов. Плюс эмиграции. Да, совершенно верно. Ну, 140 – это в России, примерно. Поэтому язык большой вроде бы, и зачем нам учить другие? Так как-то было всегда, примерно так оно и осталось. Но это касается прежде всего, конечно, старшего и среднего поколения. Что касается молодых россиян, то, ну, не знаю, я, наверное, сужу по своим студентам. Они все многоязычные и прекрасный английский, как правило, еще какой-нибудь язык французский, может быть, немецкий. Учат, любят, говорят на разных языках. Здесь никаких проблем нет. Но что касается вообще молодых, молодого поколения, то оно вообще такое глобализированное, что ли, да? И там был еще у нас какой-то вопрос, связанный с иностранными заимствованиями. Да, чтобы показаться умнее, использовать иностранные слова, так сказал ребят слушатель. Ну, да, смотрите, есть, там наш слушатель говорил про чиновников. Чиновники – это вообще особая история, это так называемый канцелярит, ненавистная мною. Я ненавижу эту разновидность русского языка, которую Корней Чуковский когда-то назвал канцеляритом, то есть канцелярской речью. Но там дело даже не в заимствованиях, хотя они там тоже есть во множестве, там дело просто действительно в особой лексике и даже в грамматике в большом количестве. Причастных оборотов, совершенно неживых конструкций, страдательных. Он был осматриваем мною, например, классический какой-нибудь канцеляризм. Слушатель наш имеет в виду, наверное, скорее всего, так называемый офисный язык. Вот офисный язык, да, он полон просто, он полон заимствований, вплоть до того, что там только иногда суффиксы окончания приставки выдают некую русскость конструкции. Все остальное – это англоязычные корни, но это, наверное, тоже можно объяснить, потому что когда-то, например, в начале 90-х, когда экономическая модель полностью поменялась, и появились, например, какие-то понятия, прежде всего в экономике, которых просто не было в русском языке, они были просто созданы вот заново. И точно так же не было лексики, не было слов, которые все это описывали. Поэтому просто взяли вот эти самые слова, встроили их в русскую грамматическую систему, и они пошли дальше жить. Это то, что касается экономических терминов. И вот так примерно офисный язык ведет себя, они разговаривают на некоем птичьем наречии, точно так же переписываются в чатах. Но иногда этот офисный язык, он как бы выливается за пределы, естественно, офисов и входит в обычную жизнь. Но я бы не сказала, что в таком уж количестве. Это скорее, вот если действительно человек приезжает в Москву по работе, попадает в некий офис, и там он видит и слышит, как вот этот офисный язык живет и существует. Да, в переписке и так далее, в деловой переписке. Еще звонок у нас много, у нас радиослушатели на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Георгий. Да, Георгий. У меня два маленьких вопроса. Первый, ваше отношение к катастрофическому падению уровня русского языка у современных представителей российской эстрады особенно дико путают «не» и «ни». Между прочим, на мой взгляд, это все началось еще с Аллы Борисовны. Да, я вот тоже хотела вам об этом сказать. А второй момент, а второй момент, как вы относитесь к попыткам поиска каких-то древних ключей к русскому языку, которые выглядят не менее дико, чем коверками русского языка? Да, спасибо. Спасибо. Восхищаюсь нашим слушателям, которые сам вот в своем же вопросе и сам же и дал ответ. Как вы относитесь к тому, что вот так дико? Ну, то есть, я уже должна ответить так. Ну, во-первых, что касается российской эстрады, простите, пожалуйста, а что там, когда-то были какие-то высокие талоны, что ли? Ну, может быть, вы имеете в виду эстраду 40-х, 50-х годов, там, Леониду Тесову, которому писали тексты соответствующие. Да и то, наверное, если мы посмотрим написанные тексты, мы там найдем много забавного и интересного, и много ошибок. Поэтому российскую эстраду оставим. Что касается катастрофического уровня падения, там, уровня русского языка и так далее, могу сказать не про российскую эстраду, а вообще. Ну, так, на мой взгляд, это полумиф. На это я тоже всегда говорю, что на самом деле, если бы мы сейчас вдруг каким-то чудесным образом попали в прошлое и вскрыли мешки с письмами, которые просто вот попадали на почтамты, и потом которые разносились по ящикам почтовым, если бы мы все эти письма вскрыли, мы бы увидели те самые письма с огромным количеством ошибок. Это все то, что мы сейчас видим в интернете. То есть ничего, по большому счету, в этом смысле не изменилось. То есть то, что было когда-то запечатано в конверте, сейчас мы просто видим в открытом доступе. Здесь есть проблема, есть, и эта проблема на самом деле большая, она связана с тем, что вот человек все-таки язык усваивает еще и зрительно. И когда ты видишь тексты с большим количеством ошибок, печатные тексты, это, конечно, повреждающее действует в том числе и на запоминание именно такого образа слова. Такая проблема есть, она прежде всего касается вот детей, подростков и так далее. Потому что если они читают в интернете большое количество таких текстов, они вот это слово в искаженном облике так и рискуют запомнить. То есть это такой новояз, получается, как у Орла? Ну, нет, ну, не новояз, хотя, да, в одном из своих там постов сейчас тоже в Фейсбуке я вывешивала два заголовка, которые увидела вот случайно проплывающие мимо меня. Это уже, извините, пресса, это пишут журналисты. Вот это проблема, да. То есть есть некая потеря чувства языка, в том числе и у тех, кто сейчас выходит на просторы журналистики, начинает писать. А это уже жертвы того самого интернет-языка, да, вот с ошибками, с искаженными конструкциями и так далее. Действительно это сильно сбивает, ну, если хотите, это сбивает настройки. Потому что если когда-то у нас были тексты строго регламентированные, отредактированные, то есть какие тексты, печатные тексты мы могли в доинтернетную эпоху видеть? Это были тексты книги, там, газеты, журналы и так далее. То есть то, что проходило редактуру, корректуру, ну и одновременно, правда, цензуру, да. Сейчас все свободно, все открыто, все в интернете, но с ошибками. Есть проблема. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, как вас зовут? Я у меня конкретный, Виктор. Да, Виктор. Конкретные два вопроса заимствования с латышского языка, которые коробят. Я иногда рекламу слушаю, не могу слушать. Первое слово, это скроба есть по-латышски, такое слово, досада урожающая, по-русски говорят, скриба. Есть ли такая вообще в русском? И второе слово, часто по болткому реклама идет, приезжайте, закупайтесь в наших там магазинах, там Максима рекламируйте, закупайтесь там в сцену клубс. Есть такое слово, закупайтесь вообще в русском языке, это вообще не знаю, кто эту рекламу составляет. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Что касается первого слова, вообще такого не слышала. Видите, что-то я могу тоже вас здесь узнать новенькое, и надеюсь, кстати, буду записывать все. Поэтому по первому вопросу ничего сказать не могу, такого слова нет. Что касается слова закупайтесь, да, оно есть в русском языке, означает вот это самое, то есть вот покупайте больше, прямо вот полными сумками берите. Скорее я бы его отнесла к разговорному языку, может быть, даже к просторечию. Но, честно говоря, для рекламы это нормально. Вот как ни странно это для вас прозвучит, реклама имеет право использовать все-таки какую-то другую лексику, кроме строго литературной. То есть она может использовать, не знаю, просторечие иногда, не грубое просторечие, но просторечие. Слово закупайтесь, в нем нет ничего грубого, оно скорее кажется вам просторечным, это нормально. Это действительно выходит за рамки строгой литературной нормы. Но в остальном никакого нарушения, скорее такая языковая игра. Когда человек говорит волнительно вместо волнующей, это серьезная ошибка? Нет, вот как ни странно, это не серьезная ошибка, это опять-таки на уровне языкового чувства. Вот, например, я не люблю, но мы с вами так можем пройтись по разным словам. Я уверена, вам там слушатели накидают слова, которые они терпеть не могут. И я там скажу, вот это мне не нравится. Я не люблю слово волнительно. Но я помню, что когда-то смотрела, есть такой ресурс, называется «Национальный корпус русского языка». Там, где ты можешь, вот просто наберите, посмотрите, да, в интернете очень интересный ресурс. Вы набираете там любое слово и можете посмотреть, в каких контекстах оно появлялось в истории. Ну, там, на протяжении века, например. И вот слово «волнительно» можно найти у многих писателей, у классиков, русских классиков. Ну, было и употреблялось в этом значении, так что с ним, в принципе, все нормально. Ну, на уровне какого-то языкового чувства, стилистики, что ли, я бы сказала, волнующе, а не волнительно. Еще звонок успеем принять. Так только что был сорвался. Напомню, номера прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите также в WhatsApp 2306191. Так, звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. А что ваша собеседница думает, например, про такое выражение, как «я нахожусь в этом центре событий», к примеру? Боже мой, спасибо вам большое. Я думала, что этот вопрос могут задавать только в Москве, но нет, нет, в Риге тоже задают этот вопрос, эпицентр. Да, значит, в принципе, эпицентр мы все знаем, что там с точки зрения физики, эпицентр взрыва. Только об этом можно говорить так. Но на самом деле, если опять-таки вы заглянете в словари толковые последних лет, ну, например, там словарь под редакцией академика Шведовой, вы увидите, что уже в переносном смысле слово «эпицентр» именно вот в этом значении, в эпицентре событий, то есть действительно в центре событий на самом деле, можно употреблять. Потому что это законное значение, зафиксированное в словарях русского языка. То есть, если технический термин, допустим, уходит в народ, опять же, если говорить просто, он может приобретать косвенные значения, и это становится нормальным в употреблении? Да, если словари это зафиксировали, вот что касается эпицентра, то это уже зафиксированное значение, зафиксированное словарниками, оно есть в словарях, можете употреблять спокойно и не ругать окружающих за то, что они используют слово эпицентр. У нас буквально две минуты остаются до конца эфира. На Ваш взгляд, какое будущее ждет русский язык? Можно ли спрогнозировать его дальнейшее развитие, изменения, какие-то коррекции, может быть? Смотрите, мне кажется, что грамматика останется неизменной. Это то, что будет с нами всегда. Да, и вот покуда русский язык существует, вообще существуют люди, говорящие по-русски, грамматика останется, а значит, никакие заимствования нам на самом деле не угрожают. Вот это миф, это не полумиф, это миф. Нам не угрожают заимствования. Мы все возьмем из того, что нам будет нужно, и сделаем своим. И, по-моему, это только обогащает язык, а вовсе не делает его беднее. В остальном очень многое будет зависеть тоже от интернета. Будут приходить, да, будут приходить новые заимствования, но что касается, скажем, орфографии и пунктуации, вот здесь, я боюсь, нас ждут изменения, и мы просто должны будем прийти к каким-то упрощениям. Особенно в том, что касается пунктуации. Боюсь, что вот это уже неизбежно. Спасибо. Марина Королева была сегодня гостем программы «Встретились, поговорили» российские журналисты или радиоведущие. Профессор Высшей школы экономики. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.